В итоге мы вторые сутки не спим Ах ты ж говнюк Андрюх льет Андрюх, подсекай Привет! Начало ноября, во многих регионах водоемы уже покрываются льдом Но это точно не про Астраханскую область Там сезон в разгаре Именно поэтому мы сейчас с друзьями отправляемся на Нижнюю Волгу Чтобы половить судака на спиннинг В видео я расскажу куда мы едем, что с собой взять Как добираться, как найти гида И вообще сколько стоит такая поездка Я живу в Сочи Из Сочи до Астрахани прямых рейсов практически нет А учитывая, что я лечу с багажом Стоимость перелетов туда и обратно мне вышла бы порядка 22 тысяч рублей Плюс нужно было бы найти способ добраться из Астрахани в Волжский А это еще дополнительные затраты Я решил поступить иначе Я лечу в Москву, где встречаюсь с друзьями На машине едем через Тулу Там забираем нашего друга и мчим в сторону Астрахани Обратно улетаю тоже из Москвы До Москвы билеты всегда дешевле Мои расходы на перелеты составили 10 тысяч рублей Воодушевленный нашей поездкой Я пораньше приехал в аэропорт Где, как оказалось, меня поджидал сюрприз Задержка рейса на 2,5 часа Но это были еще цветочки С 25 по 27 ноября у нас будет черная пятница Скидка на спиннинги от 20 до 30% На приманки от 20 до 50% На катушки 15% На стальной товар от 20 до 50% Уже сейчас можно зайти на сайт и наполнить корзину Мы специально показываем цену, которая будет 25 ноября Чтобы вы могли вдумчиво выбрать, что же нужно Сейчас уже 2 часа дня В это время я должен был сесть в Москве И уже встретиться с друзьями Начать дорогу Но я по-прежнему в Сочи Наш рейс постоянно переносят И по плану у нас было приехать 8 часов утра Чтобы пару часов поспать И потом сразу отправиться рыбачить Но, похоже, спать мы не будем После дороги совсем И даже уже сокращается время рыбалки на первый день И вот спустя еще полчаса нервных ожиданий Мы в самолете Теплый и уютный Сочи остается позади Впереди длинная дорога И вот я в Москве Вдруг меня уже заждался Поэтому немедля отправляемся в путь На машине предстояло проехать Порядка 1300 километров в одну сторону Учитывая средний расход 10 литров сотого бензина На 100 километров И платные участки дороги Затраты за поездку на машине составили 7,5 тысяч рублей Да, дорога у меня заняла почти сутки Но это же приключение Ну а в компании друзей Поездка всегда проходит незаметно и весело В дороге нас спасал кофе Его было настолько много Что две следующей недели Я просто не мог на него смотреть Алексей, как вам поездка? Нет, давай ты рассказывай Я *** Честное слово А если цензура? Я даже не могу подбирать другого слова Потому что расскажу Но в целом, это нормально Спроси у Дениса Денис, как вам дорога? Ну а великая просто мечта Любого рыбака Мы прибыли в поселок Волжский Астраханская область 1300 километров практически без остановок Никакого сна Ехали Спешили на рыбалку И сейчас 12 часов дня Отправляемся на воду Да, день сейчас соседний короткий Но все равно хочется выбраться Конечно Задержка самолета Сильно нас подставила В итоге мы Вторые сутки не спим Но как же Хочется ощутить Судаковую поклевку Да и на Волге впервые Сон как рукой сняло Когда Начали проезжать Мимо этой реки Готов ловить, судаков? Они готовы Главное, чтобы они были готовы На готове был и наш гид Александр Так что с одной машиной Мы пересели на другую И поехали на пирс Для рыбалки в поездку Я взял Орион 832ХТ С тестом От 10 до 45 грамм Его я оснастил катушкой Дайва Экселер 4000CP С восьмижильным шнуром Варивас Хайгрейд В диаметре 1,5 С собой у меня Три коробки приманок В основном это Вибровормы В размерах от 4 до 6 60 дюймов Ну есть и вот такие вот Крупные приманки На всякий случай Чуть-чуть тафов В разных цветах Нимблы И с этим будем ловить Три дня Поклевки рыбы Долго себя ждать не заставили Акцент был на судака И Александр привез нас в коряжник Он прям Чуть-чуть так Текнул Поклевки вот последние дни были То есть когда мы начинали с ними рыбачить Десять дней назад Поклевки были Как мы их называем В шахту То есть прям Пару раз приходилось Отцеплять карабинчик И через жабры С другой стороны Вытаскивать А последние дни Прям поклевки Еле-еле За краешек губы Но сейчас словно окунь Какой-то Вообще он прям Потеребил Как дитё Первая поклевка Виброворм 4,5 дюйма На 36 граммах Ловля в таких местах Невероятно интересная Важно полностью контролировать проводку И чётко различать задев за очередную ветку От аккуратной поклёвки рыбы Хорошая чуйка у спиннинга Тут необходима Так что орион оказался уместен Прозевал Прозевал Конечно Познавато Чёлкнул Вот я сейчас истов в коряги попал Я вот как раз перевалил И как перевалил Он чёлкнул Да По неопытности За первый день Мы знатно увешали донные коряги Нашими приманками Обрывов было много Товарищи уже открыли счёт С удочками по 500-700 грамм А я тем временем Считал холостые поклёвки Да, он прям поклёвочкой Такая Ну есть? Так, уже все поймали Что мне ваши мелкие судочки Я вот сейчас сразу Заявка на победу Кто не поймает меня Я протестую Намек понятен А, нет Это я практически сейчас А, нет, это я практически все Поехали Похоже, самый рекордный Похоже, самый рекордный пока Да Я не стал размениваться на мелочь Подождите, в лодке будет Тогда будете Не, не ещё подмотай Куда же ты? Куда же ты? Давай, 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 давай Наконец реализовал первую поклёвку И сразу Такой вот судачок На фэт 5 дюймов На 36 граммов У нас тут идёт пари На самого крупного садака И пока В лидеры До этого На фэт Была хорошая поклёвка ещё Решил снова Поставить его И поймал рыбку Для ловли в корягах Есть один лайфхак Ему научил меня Василий Сибиряк Во время нашей рыбалки на Аби Как только зацепил Приманкой корягу Не стоит делать резких рывков Нужно открыть шпулю И стравить Несколько метров шнура По течению Чтобы за приманкой Была дуга и шнура А затем Поднимаем повыше удилища И делаем резкий рывок Иногда такой приём Позволяет спасти приманку При зацепе Так, сейчас я его куда-нибудь Да, там не купить Примерно Спокойно Да, небольшая Ну, где-то она Стравка у малая Знаешь, что иногда берёт Идёт на лодку, блин Кажется, там маленькая Потом у лодки Как-то довонёт Шука Давай её сюда Здравствуй Не, небольшая Из противоположного берега В коряжках Если вы едете на одну-две недели И у вас есть лодка Мотор и эхолот То, конечно, можно обойтись И без гида Можно самому искать рыбу Это будет Более экономичным вариантом Для вас Но в нашем случае Когда на рыбалку Всего три дня Без хорошего гида Конечно, не обойтись Вообще, для поиска гида Есть целый сайт Называется Рыбалка с гидом Там можно найти гида В разных регионах России Также гиды Предоставляют свою услугу И рассказывают о себе На различных форумах Например, Александра Мы нашли на Русфишинге В среднем Стоимость рыбалки С гидом На Нижней Волге Стоит от 5 до 10 тысяч рублей В зависимости от лодки Её комплектации Самого гида И, конечно, его опыта Например, у Александра Стоимость рыбалки Стоит 6,5 тысяч в сутки Плюс затраты на бензин По итогу На человека за три дня У нас выходит Примерно 8,5 тысяч рублей А судак тем временем Продолжал поклевывать Хоть этот рыболовный день И был для нас коротким Но количество поклевок радовало Ах ты ж говнюк Ты хоть пару раз Молодкое слово какое сказал Ах ты ж мой хороший Давай ещё разок Вскоре хорошая поимка Отлетелся и Денис Давай я приму Кто там что говорит Там в корях у кого-то А у кого-то рыбу Нормальная рыба Нормальная рыба Нормальная рыба Когда в носке А пока там не понятно Это уже двушник, я думаю Кило 930 Перебил Лидер меняется Еще один плюс рыбалки с гидом в том, что можно позвонить за 1-2 дня до приезда И узнать, какая сейчас вообще ситуация на воде Какие приманки и груза, допустим, сейчас актуальны И тогда вам не придется брать с собой лишние вещи Особенно это будет актуально, если вы летите на самолете Стоит учитывать, что к хорошим гидам нужно записываться заранее Обычно запись идет на год вперед Так что если вы хотите попасть к какому-то конкретному человеку В удобные для вас даты, делайте это заблаговременно Ну, по крайней мере, тебе точно нужно знать Так что у тебя уже есть Да что ты делаешь-то Андрюха, привет Андрюха Андрюха, подсекай Подошел наш первый рыболовный день к концу Да, он был неполноценным, но все равно, мне кажется, классно порыбачили Первый день на Волге Много эмоций И ловля в корягах, ну, невероятно интересная штука Как бы тяжелые веса Средних размеров приманки И вот эти вот судаковые звонкие поклевки Да, конечно, реализация страдала Но и ловили мы со все там Так что Иначе никак Ставишь двойник, ставишь Открытый даже одинарник Тут же зацеп, тут же обрыв Так что В принципе, за поклевками ехали Так что первый день вышел крутым А завтра будем стараться Улучшать результат Ну, а сейчас нужен полноценный хороший отдых Все-таки не спали Не спим уже вторые сутки Приготовим рыбку И завтра с новыми силами за судаками Сегодня второй день Ветерок небольшой есть Но все равно погодка отличная Ну и посмотрим Что он нам принесет Едем в те же места В корягах будет очень нам понравилось Так что продолжим Это дело Спасибо Помочь? Не, нормально Не, ветерочек сегодня В ответе Имеет место быть Начало было многообещающим Андрюха ловит судачка С первого же заброса А у меня рыбалка Как-то сразу не задалась Да и в целом День по судаку был неудачным Если напарники Еще изредка что-то Полавливали с коряк То я был просто в пролете Позже мы поменяли Несколько точек Проверили и не закоряженные участки Но нет У судака Просто кардинально Поменялось настроение Что ему нужно Идею выискать За целый день Мы так и не выяснили Под вечер Чтобы хоть как-то Скрасить провальный день Мы отправились В одну из проток Чтобы половить окуня Собрали лайты И принялись за дело Окуневый мастер Пришел к нам Во, смотри Ого, ого Нет, это закинем Надо оттуда видно метров Есть Да Почти сразу появился результат Уж кого-кого А окуня ловить я точно умею Нормальный размер На нимбла 1,6 Раз судак не клюет Решили половить Окуня 802 Оптимус До 14 грамм Лувес До 500 И Меджикей 0,6 Диаметре Сейчас на 8 грамм Ловлю И Небольшого Нимбла Ох Прям поклёха Такая Злая Да Куда-то крупнее Мясечка Опа Здравствуй Давай Давай Это уже кусок да это не тот волжский размер о котором я раньше слышал но после целого дня без поимок и таких окуней слайдом половить очень приятно да и рыбка очень бойкая мой оптимус загружала прилично акунями мы закончили этот день вопрос жилья незаменно стоит отметить конечно на волге огромное количество баз и средняя стоимость проживания за сутки от 1000 до 2000 рублей это без учета питания так что если вы любите комфорт то однозначно база это ваш выбор но некоторые гиды предлагают к сдаче комнату либо какой-то летний домик например у александра мы сняли комнату в его доме всего за 500 рублей сутки на человека итог за три дня проживания полторы тысячи рублей последний день рыбалки уже ночью мы стартуем в москву поэтому хотели провести этот день максимально насыщенно вчерашний результат не радовал поэтому мы решили отправиться в новые места короче в середине канала и рыбы стоят ближе это прямо вот потоле потоле да и все резкое было еще одна точка александра выхолоте куча бели рядом есть хищник мы приступили к ловле даю дочь пожалуйста много рыбы был очень аж страшно да много бели и один маленький сюда не там прям много всех было и бель и не бель погрузка в этот день первым отличился я вы не забывайте эту сторону рыбка у лёжки рыбка ну вот первая поклёвка и сегодня сразу реализована за этот год я понял что ловить с лодки это огромный труд даже на катере который очень комфортный и уютный за день ты очень сильно устаешь нужно угадывать предпочтение рыбы искать ее перемещаться однозначно мое мнение на этот счет поменялось выйти с микрухой на 3-4 часа куда проще да даже целый день провести с берега со спиннингом это менее энергозатратно но есть в этой ловле свой кайф и кажется я и начинаю проникаться есть еще один важный момент при ловле в корягах наверняка вы заметили что мы делаем акцент именно на ловлю судака но все равно используем поводки и струны все дело в том что на простом шнуре или более мягком флюре приманка может еще и просто обматываться вокруг коряги даже не цепляя за нее крючком что ведет дополнительным потерям приманок если использовать жесткую струну то это происходит реже ничего интересного больше в этом месте мы не поймали быстро посетили еще пару точек но не добившись результата отправились в уже хорошо нам знакомый закоряженный участок есть родненький что сначала аккуратненько тюкнул да и вот так достану ну такой нормальный снова и тот же фетик оказывается взяли мы не так много грузов потому что расход здесь просто невероятный а вот клюет он только в коряках похоже сейчас нормально в итоге сейчас еще где-то 3-4 часа рыбалки и все на этом наш выезд завершается авиона прекрасно подходит под судаковые рыбалки строгие сухие мышечные звонки ну и поклевку прозевать трудно даже на выбросе даже если на течение ловишь глубине ну и широкий модельный ряд есть как лодочные так и береговые модели с разными тестовками у меня уже третий день в использование 832 хт орион с тестом 1045 и в основном ловил весами от 28 до 36 грамм и все замечательно максимум использовал по верху теста это 42 грамма и виброворм 4,5 дюйма он не очень упористый в принципе комфортный заброс в анимации тоже никаких проблем не было ну и все это еще на шнуре полторашка а судак тем временем поклевывал у всех и самое главное реализация поклевок сегодня увеличилась но вскоре я решил попробовать еще одну фишку при ловле на течение это подыгрывание приманкой во время длительного зависания на планирование подыгрывал сибиряк спасибо этому меня научил также ты иногда такое подыгрывание очень нравится рыбе можно специально использовать более легкие веса в местах ловли чтобы увеличить падение приманки во время ступеньки до 8 10 секунд и как раз в это время делать небольшие рывочки приманки либо начинать подыгрывать уже ближе к лодке когда из более тяжелыми весами зависание приманки увеличивается ах ты жопа хвост отгрыз в резине ну и еще на часик мы решили заскочить за окунем наскочили на точку за окунями напоследок на ориончике повесил 10 грамм подарис трешка отличное испытание ориона по низу теста течение в месте ловли практически не было дно средне жесткая шнур полторашка 10 грамм уже местами можно контролировать по вершинке не идеально но ловить можно подошла наша трехдневная рыбалка на волге к концу да конечно я ожидал немножко другого я думал будет активнее клев и в целом мы приехали в нужное время но судак за которым мы в первую очередь отправлялись он почему-то не особо-то и клевал температура воды от 7 до 8 градусов должен быть жор но на то она и рыбалка что касается общих затрат да конечно сюда еще стоит включить питание мы в дорогу взяли пирожков ну а у александра когда жили мы сами себе готовили и в итоге затраты на еду это где-то четыре с половиной тысячи рублей ну и общие затраты получились 32 тысячи рублей на поездку в астрахань каждый решает для себя много это или нет и стоит ли эта поездка того но однозначно я получил просто массу эмоций я получил много нового опыта и несмотря на то что по рыбе рыбалка получилась не супер удачной для меня она прошла еще и замечательно из-за того что я был в отличной компании благодарен своим друзьям андрею и денису за эту поездку и ну и конечно нашему гиду александру и в итоге получилось не только хоть и немного половить рыбу но и вообще погрузиться в мир здешней рыбалки он здесь другой он здесь интересный надеюсь это видео было для вас полезным подписывайтесь на канал ставьте лайки пока